Снова Желтая синий лист твой, птицей за синей мечтой, позови меня с собой. Желтая синий лист твой, птицей за синей мечтой, позови меня с собой. Чемпионом ты становишься не в тот момент, когда ты стоишь на пьедестале и тебе вешают медаль. Чемпионом становишься в тот момент, когда ты совершаешь 100 неудачных попыток и готов совершить 101. Нужно просто вставать, совершать в море ошибок на своем пути, но главное идти вперед. Это и есть движение к успеху. Так, ребята, у нас время-то сколько? 7.30. Поехали, наверное? То есть сейчас дети проснутся, и вы тогда фильм не обо мне посмотрите, а? Всю серию «Шнячу патруля». Я занимаюсь и пастикой. Четвертый год сейчас пошел. А любимый вид – это кулап, потому что там очень веселое мосты, и вообще они у меня очень хорошо получаются. Кстати, в школе я была белой вороной, потому что всем в этом возрасте уже было интересно сходить попурить за школу, собраться на тусовках, на фисках и тому подобное. Мне это было неинтересно, потому что у меня была своя великая цель, которую я, к сожалению, или к счастью, не добилась. Я мечтала стать олимпийской чемпионкой. И поэтому каждый божий день я была на тренировках, уходила со школы, сразу шла, собирала рюкзачок, ехала на тренировку. Неважно, какая погода – жарко, холодно, снег, дождь, гололед. Ты не ходишь в маршрутке, пешком идешь, но ты должен добраться до зала любыми путями. Ну, девочка с очень большим потенциалом для художественной гимнастики, потому что были очень-очень большие данные, скажем так, гибучая спина, ноги, она вся вот так узлом сворачивалась. Я отдала ее в гимнастику, ну, потому что так надо было, да, то есть надо куда-то было деть энергию. Гимнастика не дала ей сильный характер, он у нее уже был. Ну, просто она там показала всем, какой она может быть сильной, и гимнастика научила ее не бояться аудитории, не бояться трудностей, не бояться осуждения. И поэтому у меня не было особых друзей, подруг, но зато у меня была очень важная миссия, и уже на тот момент у меня была цель, и я к ней попорно шла, как это делаю и сейчас, потому что без движения вперед просто невозможно прийти к успеху. Сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по нашему производству, и сразу дверь справа тут у нас происходит оценка качества готового продукта и розлив жидких компонентов. Тут очень важные у нас миниатюрчики стоят, потому что мы их предлагаем как комплименты нашим покупателям. Здесь у нас девчонки технологи работают из группы лаборантов, и вот тут мы попадаем в самое сердце нашего производства. Это кухня, где изготавливаются продукты. Там и озона 30%. Не будет губить нам пропорцию актива? Это что, это брав? Или что это было, да? Это брав. А не нагреть, ввести масло в эмульсию и не нагреть, мы не можем. А у Оли, на самом деле, мозг работает вообще нестандартно, как мне кажется. Потому что то, что для других в принципе недоступно и даже не может прийти в голову, для нее это является нормой. На каждый компонент, который мы кладем в состав нашей уже косметики и наших разработок, у нас имеется сертификация качества, на основе которых мы потом получаем декларацию качества. Поэтому мы абсолютно чистые и спотребительные, нам нечего скрывать. Я ни за что не переживаю. Я не переживаю, когда привожу вас сюда, показывать то, что мы здесь делаем. Да и в целом мы рады видеть гостей на нашем производстве. Она сначала излучает абсолютно все, она понимает, как это устроено, она раскладывает нам все по полкам, мы начинаем работать. Через некоторое время она выкидывает лишнее из головы и движется дальше. Ну все, вот так вот она, она вот по кирпичикам вот так вот складывает наш этот завод. Вот офис, это реально, это вот какая-то особенная, это система, которая отбилась от рук. Я безумно люблю Волгоград и люблю его не потому, что здесь какая-то определенная атмосфера, а здесь те люди, которых я люблю и в этом городе моя душа. Сейчас тот редкий момент, когда вот мы собрались все вместе и можем просто пообедать. Поражающая меня креативность, которой, допустим, мне не хватало, и это не моя заслуга, что она у нее есть. У нее решения зачастую очень неожиданные, с которыми поначалу трудно согласиться, потом приходит понимание, что да, это единственное правильное решение. Я-то знаю Олю со всех сторон, поэтому, если говорить о, допустим, нашей семейной жизни, да, это очень нежный человек по своей сути, хотя многим так не кажется. Меня удивляет, что меня может учить жизни 25-летняя девочка. Ладно, я смирилась с тем, что я смогла работать на 25-летнюю девочку, подчиняться ей бесприкосовно и делать все, что она говорит, и не возражать ей. Но когда у тебя еще в дружбе и в личной жизни помогают, и ты и там прислушиваешься, это вообще какой-то нонсенс. Она этот человек какой-то сверхчеловек. Она всегда откликнется на чужую беду, даже не беду, какую-то, пусть и большую проблему, которая для другого человека является проблемой, она ее решает легко, просто нигде никогда не афиширует. Кстати, а вы помните вообще, с чего все это начиналось? Просто прикиньте, когда у нас был первый продукт, ты помнишь первый продукт? Конечно, помню. Паста для шугаринга, которую ты в 16 лет сварила. Погоди, у полквартир. Уделала мне всю плиту, потолок и стены. Денег у нас не было в семье вообще. Я узнала, что есть такая процедура, как сахарная депиляция. Я узнала, что эту штуку можно варить самостоятельно. Нашла там какие-то рецепты в интернете и начала варить это дома. А я не знаю, может быть, есть дети, которые супер аккуратные и все тому подобное. Это не про меня. То есть у меня все вот так вот вверх дном. Но таким образом я научилась варить вот эту пасту самостоятельно. И я на этом реально начала зарабатывать свои первые деньги. То есть я нигде не училась. Я научилась этому сама. Я его никогда не забуду. Знаете, почему тогда все не получилось? Потому что надо было выгравно сразу начальником производственного отдела делать. Вот тогда бы все шло как по маслу. Как говорили там где-то астрологи, что к тебе придет ребенок, который выбрал тебя. И с ней сможет справиться только такая мама, как я. Я не понимала, о чем они, пока она не выросла. И это очень большая ошибка. Ну, как бы родители все-таки должны больше давать детям вот этой любви безусловной. И постоянно. Мне кажется, хотят они, не хотят. Но обязательно надо им давать, когда они маленькие. И сейчас у нас такие отношения. То есть я сверну ради нее горы. Я все для нее сделаю. Но объятия, поцелуи – это очень минимально. С этим уже ничего не поделаешь. Надо было исправлять тогда. Это единственное, наверное, что бы я могла исправить, если бы вернуться в прошлое. На самом деле она очень добрая, очень хранимая. Я сейчас могу заплакать. Она такой нежный-нежный человек. И, ну, не показывает. Гляньте, заплачивая. Все. Так, ну что, если этот фильм обо мне, то в нем должны присутствовать три составляющие моей жизни. Это моя семья, без которой не обходится ни один день. Мои тараканы, которые периодически отлучаются. И мой телефон – это главное. Кстати, количество подписчиков в инстаграме у меня тоже в какой-то момент стало мертвым грузом. И не поднималось с 30 тысяч вообще никуда, ни вниз, ни вверх. И где-то два года, то есть, мои видео не залетали вообще. У меня там было тысяч 30 подписчиков, которые я набрала. И вот все два года ни одно видео никуда не залетело, ничего. То есть, я просто это делала в пустоту. И в день свадьбы залетело мое видео во все крупные паблики. Мне за один день, просто так, я никому не платила. Никому, ни копейки. Мне прилипло около 150 тысяч новых подписчиков. И у меня было ощущение, что какой-то продюсер, спонсор за меня взялся просто и сделал мне такой свадебный подарок. И что ледь через 10, он ко мне придет и скажет, ты мне должна, между прочим. Не пришел пока. Но я жду десятилетку. Внимание, вопрос. Что общего между моим инстаграмом и производством? И там, и там меня окружают люди, которые со мной на одной волне. Из-за неправильно выстроенной финансовой системы в компании мы должны были разным компаниям, там, около 70 миллионов. То есть, это прям долги, их нужно было отдать в течение 20 дней. Я говорю, нормально. Я ошибку поняла, это самое главное. Вот мы сейчас исправляем эту ошибку, и все нормально будет. Вообще не верил никто, наверное. Ну, то есть, я в команде, это человек, который дает пинок и толчок всему. Ну, а дальше, те люди, которые находятся за мной, их главная ценность в том, что они охерительно справляются со своими задачами. И буквально за два месяца мы полностью переделали финансовую систему. Как ее переделать? То есть, надо было 70 миллионов отдать, и для того, чтобы работать хотя бы в том же темпе, в котором мы работали, 70 сверху положить. И мы это сделали. Кто бы мог подумать, что несколько лет назад именно в моем городе откроется огромнейший международный стадион высшей категории, о котором узнают миллионы. На этом стадионе можно разместить 45 тысяч зрителей. Просто вдумайтесь в эту цифру. И нужно примерно 108 таких стадионов, чтобы уместить всех тех людей, которые наблюдают за мной в Инстаграм. Представьте себе, что на каждом из этих кресел лежит по две баночки лимуз. Столько мы отправляем каждый месяц нашим покупателям. Сколько раз за это время я хотела все бросить, но каждый раз я делала новый шаг вперед. И в тот момент, когда люди вокруг понимают, что тебя не сломить, нужно бросать вызов самой себе, чтобы каждый раз поднимать планку выше, требовать этого от себя, подавать пример команде и видеть, как они идут за тобой и начинают сами покорять новые вершины. Родилась в городе Волгограде. На данный момент у меня в этом городе вся моя семья живет, все мои близкие, безумно люблю этот город. Вообще, мне кажется, это лучший город для меня. То есть вот именно в этом городе, вот там прямо моя душа. Наш электропоезд, к которому прицепили кучу вагончиков, мы все эти вагончики куда-то прем. Куда поехала, туда я прем. Просто за ней. Оля очень красивая, конечно же. Сексуальная, ну это в первую очередь для меня. Сексуальная, красивая, утонченная. Крышняк рвет вообще от нее. То есть меня прям вот так, как будто что-то тянет вот так к ней. Один, мне так кажется, из успехов, то что она берется за любой бизнес, пойдет, не пойдет, как-либо. Она сначала прет, а потом уже смотрит. Она всегда рискует, она не боится потерь. Достаточно жесткая при необходимости принятие решений и целеустремленность в достижении цели, которые поставлены. Когда по голове команды такой лидер, то нет ничего невозможного. С ее мозгом я не знаю, куда это заведет. Может, и в президенты пойдет в какой-то момент. Ольга для меня большой пример, потому что я вижу, как она херачит 24 на 7, свои 25 лет, строит бизнес, рожает детей параллельно, создает империю и просто человек работает, не погладая рук. Каждый из этих людей моя огромная ответственность. И именно они заставляют меня просыпаться каждый день с мыслью о том, что я не хочу останавливаться никогда. Я хочу идти только вперед и навстречу к новым победам. Позови меня с тобой! Я приду в скользкие ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил, Я приду туда, где ты. Нарисуешь небе солнце, Где разбитые мечты Облетают снова силу высоты. Слава, полу, самая горная рыба, Тепла, полути, Не оставив нам даже тени взомин, И ты не спросишь, Может быть, хотим улететь мы с тобой, Теплой крайней зимой, За розовой райской мечтой. Позови меня с тобой, Я открою склад Дубаи, Я травлюсь за тобой, Чтобы путь твой был законный. Мы придем туда, где ты, Накидаешь нам созданий, Воплотим твои мечты, Доберешься ты до самой высоты. Собирала нас ты с душой по глазам, В толпе прохожих, Мы готовы быть с тобой навсегда, И дети тоже. Я готова рожать для лимуз без конца, Ведь я отдала их отца. Мы все, как большая семья, Воспала ты нас с собой, Изменила наши жизни. Я отправлюсь за тобой, Хоть в лимуз, хоть на Мальдивы, Я приду туда, где ты, Нарисую тебе схемы, Заберемся вместе мы, И допрем с тобой до самой высоты. Тишина! Моторы! Порой вот как раз таки не хватало просто какой-то пахлавы. Пахлавы? Здесь производится оценка качества готовым. Ты че, то я налево. Здорового продукта. Что такое здоровый продукт? В инстаграме у меня тоже в какой-то момент был... Ага. Бля, там люди думают, что за ебанашка просто. А, ну да, молдаване там у них... Цыгане. Ну, молдаване. Нет, молдаване. А, молдаване и цыгане. Ну ладно. Мы выбираем только самых классных и охуенных поставщиков. Ну, еще раз. Если это часть движения к успеху... Че там, блядь, а? Ольга прекрасная жена и мать. Я в этом уже трижды убеждался. И... Любая из наших пяти нянь сможет это подтвердить. Дубль с Джеки Чаном есть, блядь. Ха-ха-ха.